Всем привет народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам очень интересную историю о том, чем должны заниматься разные классы техники в игре. Это очень важное видео для комьюнити World of Tanks. Поскольку многие игроки, и те кто давно уже играют, и новички, большинство в бою занимаются не тем, для чего предназначен их класс техники. При этом иногда еще не понимают, что есть танки, которые относятся одновременно сразу к двум типам техники, хотя значок у них только один. Допустим ватные СТшки с хорошими пушками очень часто легко могут заменить ПТ, а бронированные быстрые ПТшки могут очень часто сыграть вместе с тяжами. В общем в каждом бою нужно думать, для чего ваш танк пригоден и что он может выполнить на любой карте. У вас должно быть много вариантов того, что вы можете исполнить на каждой карте. При этом ваш план во время боя должен меняться и подстраиваться под ситуацию в бою. Это очень важная тема, для кого-то она может быть простая, но для большинства, я так понимаю, это очень сложно. Поэтому желательно это видео досмотреть до конца, поставить лайк, написать комментарий, для того чтобы максимально распространить это видео, желательно еще сделать репост. Это все бесплатно и покажет вашу поддержку моего контента. Итак, начнем с класса техники ЛТ. Чем же должны заниматься ЛТшки в бою? Первоочередная задача легкого танка дожить до конца боя. Чем раньше он умрет, тем раньше команда останется без глаз. А если врага не видно, то и воевать против него тяжело. Но если вы ничего не делаете, а просто дожили до конца, то это глаза, которые бесполезные. Они есть, но они ничего не видят. Это слепые глаза, хоть они и есть. Поэтому вы должны светить. Причем вы светить должны не лишь бы где, не там где вам хочется, а там где есть у вас союзники позади. Они должны стрелять по вашему засвету. Нет смысла светить там, где нету союзников. В укрепрайоне или на ГК иногда отправляют ЛТшку посветить там, где нет союзников, для того чтобы команда получила информацию о том, что делает враг. Но в рандомном бою это практически никогда не имеет смысла. Практически каждый бой вы должны светить там, где есть союзники. И вы должны безопасно это делать. Для этого нужно изучать карты и понимать, что чаще всего враги занимают одни и те же позиции. И вы не должны подъезжать очень близко к этим позициям, чтобы не засветиться и вас не убили. При этом вы должны быть впереди своих союзников, чтобы светить для них. Занимать хорошие кустики. Либо если у вас активно светящая ЛТшка, должны активно перед ними кататься. Сейчас в бою очень часто видно, как ЛТ светит там, где нету союзников. Никто не должен за вами гоняться. Если вы играете на ЛТшке, ЛТводы должны понять, что это самые быстрые танчики в игре. За ними никто не будет из союзников гоняться, чтобы стрельнуть по его засвету. Никто не угонится по всей карте ездить за вами. Вы должны сами ездить за своими союзниками и светить для них. При этом еще стараться дожить до конца. Теперь поговорим про ПТ. Очень часто в бою вижу, как ПТшки просто стоят и смотрят куда-то в горизонт. Чего-то там ждут по 5-10 минут. Бой уже закончился, они все стоят ждут. ПТшки тоже должны понимать, что не всегда в бою есть ЛТ. И не всегда люди едут играть туда, где вы привыкли стоять. Поэтому у вас для каждой карты и для каждого респа должно быть заготовлено в голове несколько вариантов на различные события в бою. Если команда не едет играть налево, а вы привыкли там стоять, не нужно туда ехать. Значит вам никто там не будет светить, вы весь бой не будете никуда стрелять. Если ваш танчик чисто роль прикрывания выполняет из-за спин союзников, если там нет союзников, зачем туда самому ехать. Ваша задача найти место так, чтобы прикрывать союзников в том месте, где выкатываются враги. Нужно находить прострелы, а не стоять там, где никого нет. И потом в конце боя приедут вас и убьют за одну секунду, и вы ничего не сделаете. Если по мере того, как проходит бой, вы стоите и ничего не делаете, значит вы ошибаетесь и сливаете своей команде и себе самому бой. Теперь поговорим про СТшки. СТшки это самый такой гибкий класс техники, который может выполнять все. У СТшек есть еще танчики, которые ближе к тяжам, ближе к ПТ, ближе к ЛТ. В принципе СТ это самый всезаменяющий класс техники, который может все. Поэтому вы и делать должны все. Светить, танковать, отвлекать, разводить, дамажить, кемперить. И вы должны по всей карте носиться по возможности, смотреть где враг подставляется, где у него уязвимые места, чтобы активно весь бой участвовать и накидывать урон, вытягивать на себя врагов, чтобы уже остальные ваши союзники дамажили по ним, которые прикрывают вас. Что касаемо тяжелых танчиков, первоочередная задача тяжей не ездить по открытым полям. Вы не должны ехать там, где очень длинные перекатки по открытому полю вас засветят и убьют. Также вы не должны ехать там, где нет союзников. Одному на фланг ехать не нужно, потому что вы медленный тяжелый танк. Пока вы туда приедете, пока поймете, что надо уезжать, туда-сюда покатаетесь, бой уже закончится. И если вы сами куда-то приехали, вы уже никуда не денетесь, там и сдохнете. Поэтому вы должны ехать туда, где играет ваша команда. Если ваша команда давит какое-то направление, давите вместе с ними. Если в момент того, как ваша команда давит какое-то направление, она бросает базу, и вы видите, что сейчас вашу базу заберут, то не нужно со всеми ломиться вперед на тяже, вы все равно за ними не успеете. Останьтесь, задевьте базу. Но при этом старайтесь быть союзниками. Потому что тяжелый танк, который сам по себе где-то катается, это бесполезный мусор, который разведут с разных сторон, закрутят и убьют. В общем и в целом, что можно сказать про разные классы техники? Нужно каждый бой смотреть на карту, думать, что происходит в бою, подстраиваться под ситуацию, быть более гибким и видеть, что происходит. ЛТ должны быть светляками, которые полезные, не умирают и при этом светят для своих союзников, а не для себя. А в конце боя, когда уже вся карта свободная, можно уже поездить и самому понагибать. ПТ не должны стоять смотреть в пустоту, а должны прикрывать там, где выкатываются враги, и там, где союзники светят, и их нужно там прикрывать. Тяжелые танки, это активная игра на первой линии, но только там, где есть союзники. Ну а СТшки, это класс техники, который подходит абсолютно для всего, но с особенностями под каждый танк. Каждый танчик имеет свои плюсы или минусы, нужно от этого отталкиваться и смотреть, что вы можете в этом бою предложить своей команде. И помните, в картошке никто вам не обязан в бою. Никто не обязан тебе поехать и светить туда, где ты привык стоять. А если ты на ЛТ, ПТшки не должны за тобой по всей карте носиться, чтобы стрельнуть именно там, где ты светишь. За тобой никто не угонится. Ну а если ты на тяже привык ехать на один и тот же фланг, а туда не поехали союзники, они не обязаны за тобой кататься. Вы должны подстраиваться под бой. Тогда будет у вас все хорошо с боями. И чем больше танкистов это поймут, тем бои будут адекватнее. Поэтому обязательно лайк, подписка, комментарий, репост. Я на вас надеюсь. С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok